Мы не жалкие букашки, суперница черепашки, 28 как рубашки, ёлые таланты. Привет! Признавайтесь, любите ходить в походы или просто отдыхать с палатками на природе? Естественно! И я тоже люблю, правда времени иногда не хватает. И чтобы комфортно было отдыхать, вам что нужно? Ну, кроме шашлыков, жены и вина? Я не знаю. Правильно, палатка или хотя бы коврик, чтобы было тепло в пятую точку. И вот сейчас я вам покажу такой коврик, от которого вы просто будете балдеть. И хорошую палатку. С неё и начнём. Кстати, палатку и коврик брал на Алиэкспресс. А там сейчас вы сами знаете, что будет. Распродажа 11.11. А это куча скидок, купонов и очень жирных предложений. У меня уже была палатка от компании King Camp. И она показала себя очень хорошо в походе. А сейчас у меня лёгкая и компактная, трёхместная, двухсезонная весна-лето. Туристическая палатка с самораскладывающейся конструкцией под названием Pop-Up для быстрой установки, которая больше всего подойдёт для несложных походов или пикников в тёплое время года. Также отлично подойдёт для использования на заднем дворе дома для детей. Так как автоматическая конструкция раскладывания позволяет установить эту палатку за считанные секунды даже ребёнку. А вот слаживать нужно будет уже взрослым. Это несложно, просто нужно понять, как это делать. Она идёт в чехле, который удобно носить на спине. И вы в нём будете похожи на черепашку-ниндзю. А чё прикольно! Для установки палатки у нас имеется 8 стальных колышков и 4 стропы для растяжки. Хотя я ими не пользовался. Две дуги из стеклопластика, вшиты в ткань, благодаря чему палатка легко крепится к земле и может противостоять ветру, а также легко и быстро собирается и разбирается соответственно. Палатка имеет один вход на молнии, одно вентиляционное окно с защитной сеткой. Она без тамбура и хорошо вентилируется. Швы палатки проклеены. Имеется противомоскитная сетка, защищающая даже от мелких насекомых. Внутренние карманы используются для хранения сотового телефона и других мелких вещей. Есть, кстати, крепление для фонаря, что очень удобно. Конструкция палатки однослойная, с полусферической геометрией. Используемая конструкция называется «восьмерка» и представляет из себя предварительно собранные и сложенные дуги в виде цифры 8, которые сами распрямляются при доставании палатки из чехла. Так она, в принципе, сама и устанавливается. Вам остается всего лишь закрепить палатку при помощи колышек и строп. Наружный тент у нас 190Т полиэстер с полиулетано-силиконовым покрытием и водозащитой 300 мм водного столба. Материал пола 150Д нейлон Оксфорд, также с полиулетаново-силиконовым покрытием, который также является водозащищенным с водозащитой 1000 мм водного столба. Объясняю простым языком. Это означает то, что палатка защитит вас совсем от мелкого дождика, а не от ливня. Благо, весной и летом дождей немного. Зато она очень хорошо вентилируется, а это очень важно в жаркую погоду. Я тестировал ее совсем недавно, осенью, и при теплой погоде само удовольствие быть в такой палаточке. Кстати, в комплекте к палатке шел спецклей для ремонта, что увидишь очень редко, и латка, которую можно будет приклеить. Вес палатки всего 1,6 кг. А еще мне пришлось протестировать коврик. Самонадувающийся коврик, киндкэмп, вейв супер, чего-то там. Штука очень классная и необходимая. Я привык пользоваться карематами, или коврик с пенкой, как у нас говорят. Плюс их в том, что они не пропускают холод. Иииии все. Карематы сами по себе большие, в скрученном виде тоже огромные, и на них очень твердо спать. Говорю вам по собственному опыту. После ночи на каремате ничего уже не хочется, только домой на мягкую кровать. А этот коврик совсем другая вещь. Данная модель порадует функциональностью и простотой эксплуатации. Она подойдет для трехсезонного использования. Весна, лето и осень. Самонадувающийся коврик меньше каремата в длине, и имеет комфорт надувного матраца. Данная модель в сложенном виде занимает немного места, а в развернутом виде сам надувается. Но если вам нужно, чтобы он быстро надулся, можно ему помочь ртом. В сдутом виде коврик стягивается резинками и упаковывается в чехол, который идет в комплекте. Надувается, кстати, коврик через специальный отсек в углу коврика. Его удобно как надувать, так и сдувать. Нижняя часть, как и верхняя часть коврика, изготовлены из полиэстера 240T Ripstop, который отличается высокой прочностью и износостойкостью. Толщина коврика составляет 3 см. Габаритные размеры данной модели в надутом состоянии составляют 198 см в длину, 63 см в ширину и 3 см в толщину. Это нам позволяет комфортно на нем лежать даже высокому человеку. Вес всего 0,8 кг, а размеры в сложенном виде составляют 30 см на 27 см. Вы без труда сможете брать его с собой даже в пешие или велопоходы. Он не займет много места, зато обеспечит вам комфортный отдых. Мне уже присылали подобный коврик, но немного из другого материала, и в ширине он был намного уже. Я его забраковал, так как он был фуфловый, но этот коврик совсем другое дело. На нем очень классно лежать. Он даже как-то расслабляет, когда на нем отдыхаешь. А это очень важно в походе или просто на отдыхе. Так что если вам нужен подобный коврик, то я могу реально вам этот рекомендовать к рассмотрению, как и саму палатку. А если вам нужна палатка посерьезнее, чтобы было достаточно места для 3-4 человек с тамбуром и защитой от серьезного дождя, то в описании я оставлю ссылку на видео с другой палаткой, которую я лично протестировал. И помните про пословицу, что готовить сани нужно летом, а палатки осенью или зимой, чтобы все было готово на следующий сезон. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и переходите на предыдущий ролик с инструментами, и участвуйте в большом конкурсе на 25 долларов. Рад был для вас стараться. Спасибо за просмотр. Всем пока.